Здравствуйте! В эфире ЕТВ программа «Союз читателей». Сегодня мы в гостях у библиотеки Белинского, а у нас в гостях известный российский писатель Анна Матвеева. Анна, здравствуйте! Здравствуйте! Хочется сразу поздравить вас с финалом премии «Национальный бестселлер» и спросить, все вот эти премии, все вот эти книжные фестивали, конкурсы и так далее, насколько для вас это важно, насколько это вообще все вам интересно. Спасибо за поздравление. Я очень рада тому, что прошла финал этой премии. Я отношусь к ней с большой симпатией, с интересом. И, конечно, это важно для всех, для любого писателя. Я думаю, что если автор скажет, что это ему не важно, не интересно, наверное, он покривит душу. Я только одно знаю исключение. Только одного писателя, который не участвует в премиальных забегах, это Алексей Иванов, У него принципиальная позиция такая? Ну, нет, просто так сложилось, и об этом, наверное, лучше у него спросить. Но все остальные, по-моему, участвуют в этом. И когда получается пройти финал или стать лауреатом премии, это всегда большая радость, это влияет на общий какой-то счет писательский, это влияет на продажи книг, безусловно. Ну и потом это просто приятно, получить какую-то крупную денежную премию. Это само по себе как минимум поднимает, повышает настроение. Из всех конкурсов, премий, шорт-листов и финалов для вас самое значимое, самое, не знаю, трепетное, памятное – это что? Пока не так было много таких серьезных шорт-листов. Длинные списки я всерьез не считаю. Вот, ну, большая книга и нацпест, наверное, так. Это, в общем, две таких, кроме букера, это, в общем, букер, национальный бестселлер, и большая книга – это три основных премии, которые сейчас вручаются в России писателям за оригинальное литературное произведение. Так что, в общем, важны все. В эту пятницу стартует «Библионочь», большой всероссийский проект, цель которого – привлечь людей в библиотеки, напомнить всем о том, что библиотеки работают, и здесь можно встретиться с прекрасными книгами. Лозунг нынешней «Библионочи» – «Открой дневник, поймай время». Я хотела спросить, а у вас были какие-то личные отношения с дневником? Вели ли вы дневник, и если бросили, то почему? Хранятся ли дома в семейном архиве дневники, может быть, бабушки или прабабушки? Я поняла вопрос. Я сама вела дневники в детстве. Иногда я продолжаю вести их в виде каких-то… Обычно это путевые заметки. Если я куда-то еду, я фиксирую какие-то впечатления, воспоминания. Но сейчас в связи с приходом в нашу жизнь большого количества разных гаджетов, когда нам проще все это тут же забить в собственный какой-нибудь айфон, мы уже, как это было раньше, пером по бумаге пишем все реже и реже. Я, по крайней мере, делаю это все реже. Хотя это очень плохо. То, что написано пером, мы все знаем, что с ним потом происходит. Вернее, не происходит. В архиве, да, у нас в этом смысле нам очень повезло. Сохранились дневники моей бабушки Ксении Михайловны Левшиной, которая вела их со своего возраста. Ей, по-моему, первые дневники, которые я читала, ей там лет 15. А последние – это «Незадолго до смерти» в 1965 году. То есть она вела их всю жизнь. Часть дневников утеряна, часть написана по-французски, потому что она не хотела, чтобы люди, которые находились с ней в этот момент, видимо, могли прочесть содержание этих дневников, понять его, вернее. Она прекрасно знала французский, английский, немецкий, итальянский языки. И она могла себе позволить такую причуду писать на иностранном языке. Я сейчас как раз занимаюсь тем, что эти архивы все расшифровываю, собираю. И, возможно, то есть невозможно, я планирую писать на основе этих документов роман. Про что? То есть о чем? День за днем она писала? Нет, день за днем, конечно, нет, потому что, во-первых, она не писала день за днем. Это такие определенные какие-то периоды, эпизоды из ее жизни, определенные такие значимые, даже не знаю, эпоха, не эпоха, как это определить. Но, например, есть детский дневник, где она описывает учебу в Петербургском институте благородных девиц, потом есть швейцарский дневник, где описано, год она провела в Швейцарии, в Лазани. Есть дневники, когда она уже жила здесь, в Свердловске, и уже были у нее дети, она описывает семейную какую-то жизнь, проблемы, многие там есть такие тяжелые достаточно вещи, их очень непросто читать. И то, что написано в более уже таком возрасте, зрелом и пожилом. Есть, например, у нее воспоминания, посвященные процессу над Клэром, был такой в горном институте, такой очень громкий процесс. Это такая, ну, просто можно сказать, что это полноценная статья, эссе, рассказ, репортаж, там как угодно назовите. То есть там есть с чем работать, но, конечно, это не будет просто перепечаткой этих дневников, тем более, что часть этих дневников мы уже издавали. В журнале «Урал» была публикация выдержек из одного из таких вот детских дневников. И в таком виде это тоже интересно, но писателю все-таки хочется немножко потоптаться на материале всегда и, в общем, его изменить каким-то образом. Другой вопрос, насколько мы вправе менять вот эту реальную канву жизни в своих произведениях. Я об этом очень много думала, но решила, что если я не имею права, это, наверное, никто не имеет, потому что все-таки это моя родная бабушка. Документы переданы были мне, я получила их по наследству, прямо вот в строгом соответствии следования букве закона. И мне, в общем, кажется, что это может получиться не безинтересно. Но я о ненаписанных книгах не очень люблю говорить, поэтому... Ну, а если о дневниках вот так в целом и общем, интересно время, которое через призму человека отражается в этих дневниках, или все-таки сам человек? Все интересно, и то, и другое. Зависит, конечно, очень много от личной одаренности того, кто ведет дневник. Их же тоже ведут по-разному. Кто-то описывает погоду, какая там в тот день была или иной погода, шел ли дождь и так далее. Что съел, как покормил ребенка? Ну, как мы сейчас ведем все какие-то подобия дневников. В Инстаграм. В Фейсбук, Инстаграм или что-то такое. Мы все... Ну, видно, как бы, кого что интересует. Кого-то интересуют личные успехи, и он смотрит на это как на некие такие вехи жизни. Вот я этого добился, я об этом здесь напишу. Кто-то жалуется на жизнь, и ему нужна постоянно поддержка, подмога, там, какие-то комментарии, там, не унывая, все будет хорошо. Кто-то использует это как некую трибуну для того, чтобы свои мысли озвучивать. Мы все очень разные, и то же самое происходит с дневниками. В моем случае, вот в случае моей бабушки, точнее, она была очень одарена словесно, и написала прекрасно. Править эти тексты нет никакой нужды. Она писала о том, что интересно, на самом деле, всем, не только ей. Если уж она описывает Лозанну, то это, получается, настоящая Лозанна. Я, когда приехала впервые в этот город, я была поражена тем, что я его узнавала, этот город, в ее описаниях. Более того, один из таких семейных домов был на Женевском озере, и я узнала его, увидев с воды, проплывая на пароходе мимо, я вдруг увидела такой красивый дом, очень похожий на фотографию семейного архива и на описание, которое дала этому дому моя бабушка. Вот я нашла потом этот дом, его никто не вернул, конечно же, но, тем не менее, это было очень интересно, любопытно, приятно. Вот то подобие дневников, которые мы ведем в социальных сетях, можно считать, можно называть это сегодня таким расцветом эпистолярного жанра. Да, мы не пишем сегодня ничего перома по бумаге, но, тем не менее, мы пишем, как никогда много. Да, это правда, сейчас все писатели, это уже совершилось, сложно к этому что-то добавить, так все и есть. Вы как к этому относитесь, когда действительно каждый может быть писателем? Причем он может быть писателем не только в рамках своего аккаунта. Люди издаются, люди отправляют свои произведения в разные журналы, и действительно писателей очень много, и действительно ощущение, что писателем может стать каждый. Ну, я хорошо к этому отношусь. Если человеку хочется писать, прекрасно, пусть он пишет. Он никого не делает, никому плохо, как правило, этим, никого там не убивает, не обзывает. Он высказывает свои мысли какие-то, играет, возможно, в некую игру, верит в то, что я писатель. Потому что писатель – это ведь не тот человек, у которого вышла книга. Книга может выйти у любого человека, и хотя бы одну книгу в жизни можно написать любую, это тоже правда. Потому что богатство и разнообразие приемов, которыми с нами судьба играет, оно действительно безграничное. И если записать просто события вашей жизни, например, с детства и по сей день, то это получится интересная книга. Так что пусть пишут, в этом нет ничего верного. Про вашу новую книгу хочется спросить. Завидное чувство Веры Стениной. Когда ждать ее? Она сейчас в типографии, да, я сама, ну или на пути где-то в типографии. Этот процесс мне не знаком, я не знаю, в какой момент, может быть, сейчас печатают 60-ю страницу, может быть, она еще где-то ждет в своей очереди. Это очень такой особый момент, когда книга должна вот-вот выйти, ты уже все сделал, ты ничего не можешь поправить, изменить, а я меняю все до последнего. И редакторам со мной очень сложно, потому что верстка чистая, когда уже, в общем, не принято что-то туда вносить, я все равно ее правлю, правлю, правлю. Главы, которые вы представляли екатеринбуржцам, читали, они тоже могли поменяться и изменили? Ну да, конечно, могли какие-то факты поменяться немножко, потому что я часто допускаю какие-то очень, я это за собой знаю, глупые ошибки, потому что когда речь идет о большом произведении, мы не всегда, я во всяком случае не всегда помню, что с кем, когда произошло. Ну и чтобы не, так сказать, не подставиться потом, чтобы читатель понял вообще, что автор имел в виду, нужно по многу раз это все перечитывать. Можно, конечно, сразу писать начисто, но я же не всегда знаю, что случится с тем малейным героем. А откуда тема женской зависти у вас появилась? И вот это какие-то личные были переживания? Ну и личные, конечно, тоже, но все всегда конвертируется, все всегда пишут о себе, да, госпожа Бавария, это я, так что все, тут ничего не изменилось. Но мне вообще казалось, что давно уже эти мысли приходили в голову, что про зависть не так много написано, во всяком случае в современной литературе. Я вот не могу ни одного текста вспомнить. Про войну много написано, да, про там, про детство тоже много. Все очень любят писать. Я вот сейчас была в жюри премии, той же самой национальной бестселли, и читала много текстов, которые были на этот конкурс представлены. Ну почти каждый второй – это воспоминания о детстве, том или ином. Это тоже понятно, потому что это самое яркое, первое, сильное впечатление любого человека, писатель он или нет. Естественно, что пишет он именно об этом. Но когда попадаются тексты, не связанные с этим, меня это очень радовало, что это как-то, ну, некоторые носили разнообразные. Мне кажется, зависть – это из той же серии, потому что, ну, во всяком случае, не избитая тема. И потом, насколько же он о зависти, он настолько же еще и об изобразительном искусстве. Это, может быть, даже более важная тема книги. Потому что, ну, в общем, все построено в романе на противостоянии вот этих двух каких-то явлений, что ли. В итоге зависть – это хорошо или плохо? Нужно это в себе бороть или как-то нужно это принимать? Мне кажется, нужно принимать, потому что, да, и пытаться обернуть это во благо себе. Потому что, ну, это чувство неотменимо. Оно есть у всех, мы просто завидуем разным вещам. Кто-то завидует деньгам, кто-то успеху, кто-то там, не знаю, пятерки по математике, ну, законтрольную. Это все в каждом возрасте, для каждого человека это свое. Все равно у каждого, наверное, что-то такое найдется. Поэтому бороться, ну, если можете, конечно, боритесь. Но мне кажется, лучше вот его, поскольку чувство это очень мощное, очень сильное, его можно обернуть на пользу. Что сейчас читают ваши дети? И есть такое стойкое у всех заблуждение по поводу сегодняшней молодежи, что выросло поколение, которое длиннее тех же постов в социальных сетях ничего не читают. Они ничего длиннее постов не пишут и ничего не читают. А вот твиттер – это формат такой. Ну, мне кажется, это заблуждение, потому что я знаю очень много детей, которые читают и любят книги. Это совершенно не обязательно какие-то там особенно умные, одаренные дети, обычные, но им интересно. Вот ребенку надо просто найти интересную книгу, то, что я всегда это говорю, то, что ему будет на самом деле интересно. Не то, что нам казалось в свое время захватывающим, потому что дело в том, что книги, которые мы читали в детстве, они сейчас уже, к сожалению, во многом они морально устарели, как бы это грустно ни звучало. Поэтому надо искать какие-то новые возможности, новых авторов, предлагать что-то. Но это вы делаете вот в случае со своими? Нет, что вы, это они меня скорее учат читать. Я от них узнаю про каких-то авторов, они меня научили много кого и что читать. Много кого? Какие книги приносят в Дом дети? Ну, вот из последнего я вспомню, ну вот один меня научил читать Кейт Аткинсон, мальчик, второй меня научил читать Марусю Клеймову, хотя это, конечно, не новый автор, но открыл ее именно он мне. Вот, много, масса на самом деле самых разных имен, но я на этот процесс влиять никак не могу. То есть, ну что ты, что сейчас читают? Да все читают, Набокова читают, там какие-то Сьюзан Зон так читают. Я периодически нахожу какие-то книги совершенно непонятного мне происхождения, я не понимаю, откуда они взялись. Они записаны в библиотеке, в том числе в библиотеку Белинского, один из сыновей ходит регулярно, на французском языке что-то пытается читать. Так что тут говорить можно. У них возникает потребность сверить потом, ну вот координаты он прочитал, и ему хочется обсудить? Ну мы, как правило, да, обсуждаем, если я тоже читала эту книгу, потому что я не люблю рассуждать и не считаю. Ну никакую родительскую редактуру вот этого круга чтения детского? А это бесполезно, я пыталась в свое время редактировать, я, по-моему, даже рассказывала про это, что у меня было. Была такая попытка взять книги, которые мне не нравилось, что они читают, мне казалось, что это не по возрасту, там для 13-14 лет выбирать таких авторов, такие темы. Вот, я их куда-то вынесла из дома, ровно через день тот же комплект был взят в библиотеке, и, в общем, попытки мои все не увенчались ничем хорошим. Так что это на самом деле бесполезно. Я решила, что... Мне, кстати говоря, тоже в детстве не запрещали читать, я читала все, что хотела, и никогда не лезли со своими комментариями родители ко мне, за что я им очень благодарна, как и за многое другое. Литература и интернет. По-вашему, здесь есть какой-то конфликт и противоречие? Или современные писатели научились использовать интернет себе во благо и расширять круг возможных адресатов читателей, до которых дойдет текст? Я только благодарна тому, что все это существует, потому что в моей работе мне постоянно нужны какие-то информации, какие-то справки. Есть тексты, для которых необходимо было недавно совсем слушать, достаточно редко находить какие-то оперные арии. Я это тоже не могла бы сделать в другом случае, как не с помощью интернета. Но потом картины. Вот тоже для романа я очень много смотрела картин в виртуальных каких-то музеях, и этого тоже всего бы не было. Поэтому у меня только положительное отношение. Я в ужасе вообще думаю, если вот этого бы не было, как это все было бы тяжело и долго. Нет, конечно, мы бы все заново ходили в библиотеки, библиотеки никто не отменил. Но получить оперативно в собственном кресле, работая над текстом ту или иную информацию, конечно, мы бы не могли. Поэтому я стараюсь, так сказать, не очень обижаться на пиратские сайты, которые воруют книги, они воруют их регулярно. И я вижу свои тексты новые, появившиеся буквально в тот же день. Все оперативно все. Мы стараемся это отслеживать как-то и влиять на этот процесс. Но одна половина меня, она, так сказать, борется за какое-то соблюдение авторских прав. Но другая понимает, что, в общем, я-то ведь тоже нередко обращаюсь к услугам таких сайтов, понимаете. То есть все, что я получаю, оно же тоже не всегда имеет какое-то законное происхождение. Я имею в виду книги и какую-то справочную информацию. Поэтому тут надо так, соблюдать некий баланс и помнить вообще, кто тут главный и из-за чего все, весь этот сыр бур. Встречи с читателями и встречи со студентами, которые часто у вас проходят и случаются, что они вам дают, что вы снег собираете, выносите, и какой он, ваш читатель? Вот вы по всей стране ездите. Отличается ли публика в разных городах? Что дают вам эти встречи? Встречи, ну, во-первых, они убеждают в том, что ты все делаешь, наверное, правильно, раз ты кому-то еще интересен. Иначе бы ты сидел дома и писал бы в стол. Если тебя приглашают куда-то приехать, и я недалеко не все приглашения принимаю, но если я уже куда-то приезжаю, то, конечно же, я стараюсь там работать по полной и все встречи, которые запланированы, проводить. Аудитория мне не важна. То есть мне нравится с людьми разного возраста, разного положения какого-то, разных интересов общаться. Но, наверное, вот моя такая вот самая любимая аудитория – это студенты и ученики старших классов школы. Почему? Не знаю. Мне с ними интересно. Я вообще люблю или очень молодых людей, или очень старых. Но потом есть все равно такое стереотипное понимание, если это женская проза, если автор – женщина, это значит женская проза. Да. И значит, читать тоже, скорее всего, должны женщины. Ну, я не люблю это определение. Женская проза, она мне кажется унизительным, потому что, во-первых, оно неточное. Есть мужчины, которые пишут как женщины, не будем называть имен, но на самом деле есть такие. А есть женщины, которые пишут так, что мужчинам и не снилось. То есть тут вот этот подход, он какой-то… Мне кажется, он пошел с тех времен, когда женщины, в принципе, мало писали, и писателей вообще было мало. То есть их и так было мало. Вот такого количества, как сейчас, когда вот в кого-то не ткни пальцем, он уже писатель, издал книгу, а может, и не одну. Такого раньше не было. И общий какой-то процент женщин вот от этого, он был еще меньше. Поэтому определить… Ну, как вот, ах, женщины пишут прозу, значит, та женская проза. Это такой очень убогий подход. Мне он не нравится. Мне кажется, вот можно отнести к какие-то вот дамские романы. Ну, давайте тогда говорить вот дамская, дамская литература. Это даже ближе как-то, да, к тому, о чем мы говорим. Хотя очень многие эти дамские романы пишутся мужчинами. В завершении хотелось спросить про Екатеринбург в ваших книгах и Екатеринбург в российской литературе вообще. Екатеринбург как герой, как место действия героев, как вот такой литературный образ. Он есть? У вас он есть, безусловно. Да, появился в последние годы. Раньше не было. Но вообще Екатеринбургу не очень повезло в этом смысле. То есть он достаточно редко становился местом действия. Вот так, ну, в общем, даже не вспомнить каких-то авторов. Я имею в виду не наших современников, а тех, кто были до. Как-то принято было или его вот, ну, никак не называть. Или он там где-то вот по краешку как-то скользил. Ну, так вот, как вот пишут о Москве, о Петербурге. Такого, наверное, и не было. Мне кажется, тут надо большое спасибо сказать, во-первых, Алексею Иванову, который так прославил нас на всю державу. Вот. Ну и, в общем, мы тоже все пытаемся по мере сил не отставать. Для меня это очень важно описывать. Я сейчас это делаю сознательно. Если раньше я это сознательно не делала, то сейчас я стараюсь, чтобы у меня были улицы, звучали, чтобы были какие-то вот такие названия, которые им буржицы знакомы. Может быть, их где-нибудь в Вологде или в Хабаровске не поймут. Но мы-то с вами, прочитав, мы поймем, что именно человек имел в виду, когда он написывает, не знаю, кинотеатр «Буревестник», которого уже давно нет. Но название это осталось. И вот, понимаете, книги, они вообще сохраняют название, когда уходят, не сохраняют эпоху. Когда это время уходит, оно остается в книгах. И, в общем, в этом тоже я свою задачу вижу. Напоследок хочется попросить у вас читательская рекомендация. Я скажу то, что в последнее время мне понравилось. Прочитанного – это две книги, написанные женщинами, но не женская проза. Первый – это роман Вероники Кунгурцевой «Девушка с веслом». Прелестная книга, очень такая бодрая, живая, веселая, яркая. Мне она очень понравилась. Ее можно смело советовать и подросткам, и родителям, в смысле взрослым людям. В общем, такая вот, ну, мне кажется, это очень большая удача автора. Автор живет в Сочи. И у нее как раз тоже город очень описан и узнаваем. А вторая книга – это биороман Татьяны Масклиной «Жизнь советской девушки». Тоже такая необычная проза. Я просто была в таком восторге, когда я все это читала. Потому что это как раз тот случай, когда ты читаешь и понимаешь, книга написана для меня. Просто для меня. Какие-то вещи я вспоминала благодаря этой книжке, что случаев не бывало. Дело в том, что я не могу пожаловаться на память. Мне казалось, что я все помню. Но все равно что-то я прочла там такое, ну, действительно, что меня порадовало. Этим какой-то близостью, узнаванием. В общем, это большая удача автора. И хотелось бы, чтобы эти книги дошли до читателей, чтобы их как можно больше людей прочитало. Хотя, насколько я знаю, все и так обстоит очень неплохо. И в том, и в другом случае. Спасибо огромное. Пожалуйста. В Союзе читателей была Анна Матвеева, российский писатель, финалист премии «Большая книга» и национальный бестселлер. Увидимся в эфире ЕТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова